Девушки отдыхают Я сейчас ужин готовлю Да, сейчас Володе вернемся И мы сядем ужинать Что, что, готовлю что? Рыбу? Форель Нет, это не очень дорого Свежая, вкусная Что? Простите Я не плохо вас расслышала Что вы говорите? Володь Нет, нет, ни капли Ни капли Он, как вам обещал, так слово держит Он где? Он сейчас Он в архиве, он статью Статью заканчивает, да Что вы говорите? Нет, это ремонт Вы расставляете, соседи Соседи начали ремонт Плохо вас слышу Я сейчас вам Настю позову Поговори с бабушкой Поговори, скажи два слова Скажи, что у тебя в школе все хорошо Привет, баба Да, все хорошо Руки делаю Папа, отлично Нет, не ссоримся Почему дверь закрыла, гадина? Прекрати Иди в комнату, проспись Потом поговорим Я спрашиваю, где ты была? Не надо Гадина Не надо Отвечай, где ты была? Что ж делать? Что ж делать? Настя! Настя! Настя, открой Открой Открой, отцу, гадина Настя Настя, открой ее Скажи отцу С кем и где Твоя мать гуляет Опять? Ты ее опять ударил? Другой на моем месте Убил бы давно А я А я, между прочим, интеллигентный человек Ясно себе? Я Отчет 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 Ой Боль упал Боль Гадина Раскидала там все Из-за тебя Гадина Боль Боль Да Зачем ты опять врала бабушке? У нас так прикончат Никто не узнает Расскажи им правду Кому нужна такая правда? И как они помогут? Особенно издалека Угу Хорошо устроились Свалили от алкаша сына к морю Попей чай с молоком Успокоишься, а? А то опять не заснешь Почему мы так живем? Кому от этого хорошо? Ты должна его простить Это болезнь Он завтра извинится Так пускай лечится Он отказывается лечиться Алкоголики никогда не признаются В том, что они больны Тогда пусть бабка с дедом Возвращаются и лечат его А ты же все врешь и врешь Мам, давай уедем Куда? Куда мы уедем? Он на самом деле Он Хороший человек Опять ты начинаешь Ну вот что в нем хорошего, а? Что? Он добрый Ага, добрейший Посмотри на свой глаз Мам, давай позвоним в полицию Не позвонишь? Ты знаю, я что не позвонишь Он 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 любит тебя Угу Лопается от любви Я раньше переживала, что подругу не могу в дом привезти Теперь сама боюсь идти Знаю, знаю Все это ужасно, дорогая Я все знаю Мам, давай уйдем от этого ужаса Просто куда угодно уйдем Поздно уже Давай спать Мам, давай уйдем от этого ужаса Доброе Девочки Омлет будет готов через пару секунд Сок в холодильник идет Не надо Я свежевыжатый приготовлю Ты ведь в этих пакетах Там сплошные крашеные химикаты Апельсинчики Оп, оп, оп Где у нас соковыжималочка Вот она Ё-моё Пригорел немножко Ну ничего Срежем И так можно есть Ну прости, был неправ Виноват Исправлюсь Тому Покажи глазик Покажи Ну У меня вообще-то тоже, видишь У тебя рука не слабая Я шучу Да я сам Ночью Думаю Непонятно обо что Том Мама вчера твоя звонила И что ты им сказала? Ничего Ничего я им не сказала А что же удержалась? Что же не сказала Как ты гуляешь от меня? Как ты меня презираешь? Как ты довела меня Вот до этого Пьянства? Трезвым, между прочим Очень сложно Смириться с изменами жены Кто ты такая вообще? Жена твоя Правильно, жена А теперь вспомни Какую я тебе подобрал Холодную, голодную Бездомную Я в общежитии жила А мы знаем Чем вы там В этом общежитии занимались Я к экзаменам готовилась Не смеши Школу жизни ты там проходила И много у тебя было этих экзаменаторов? Сколько их было? Десять? Двадцать? Пусти Пиджак помнешь Неблагодарная ты дрянь Я привел тебя в приличный дом Мои родители тебя приняли Думаешь, они были рады, когда их сын женился на деревенской? Думаешь, о такой невестке они мечтали? Лучше бы ты на мне не женился Я порядочный человек Ты забеременела? Мне пришлось на тебе жениться Настя через два года родилась С кем ты была вчера? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К концу квартала будет сокращение Всем опять скажут написать по собственному? Я откажусь, у меня дети У всех дети Корректоров это коснется в первую очередь Точно знаю, что Тамара списки на сокращение Что она будет делать? У нее уже давно толком не работает Опять в очках, опять он ее бил Трудно представить, что у профессора Уэльна такой сын Просто эта гнилая яблка очень далеко от ябл не откатилась Хватит! Она может услышать Ей и так достается Человек живет в аду Угнала бы своего каша Так некуда гнать! Он живет с дочкой в его квартире Ей некуда деваться Алло? Да? Да, я слушаю Да Хорошо Хорошо, я обязательно А во сколько? Хорошо, я подъеду Да. Спасибо. До свидания. Надо уйти. Ненадолго. Прикроешь? Прошу. Муж? Извиниться хочет? И ты опять простишь? Нет, не вам. Из Настины школы позвонили. Вызывают. Тобой сегодня не езжай. Заберешь Настю из школы и приезжай ко мне. Позвони только. Я предупрежу, чтобы вас впустили. Понятно? Поживешь у меня дома, а потом что-нибудь придумаем. Нет. Спасибо. У меня все хорошо. Увы, неважно у нас все. Учителя говорят, Настя не интересуется ничем. Спит на уроках. Опаздывает. Домашнее задание не выполняет. Вы мне можете это как-то объяснить? Возможно, переходный возраст. Не думаю. Не только одна Настя в этот возраст вошла. Многие ученики и их родители как-то справляются. Поймите, вопрос очень серьезный. Если так дела пойдут дальше, вы просто вынуждены будете перевести Настю в другую школу. Ну, так сказать, попроще. Да и там, уверяю вас, экзамены никто упрощать не будет. Как я вижу, мои слова вас не очень-то и тревожат. Скажите, а вам не жаль, что ваша одаренная, талантливая дочь скверно закончит школу, она никуда не поступит? Какую судьбу вы ей готовите? Замуж? Профессор Волин ваш отец? Нет, свекор. Он отец Настиного папы. Он вышел на пенсию, они переехали в Болгарию, да? Да. Он приходил ко мне перед отъездом, говорил, что Настя интересуется языками, робототехникой. Профессор меня обманул? У нас огромное количество кружков дополнительных занятий. Настя не посещает ни одного, ни одного. Вы это слышите? У нее двойки по основным предметам и тройки по спецкурсам. Я вот не могу это объяснить, а вы? Вы мать. Вы обязаны это знать. Скажите, вас что, не интересует будущее вашей дочери? Поймите, мы не сможем с такими оценками перевести ее в следующий класс. Даже если ваш знаменитый свекор мне позвонит. А он не позвонит. Он не знает, что так плохо. Скрываете, бережете, так сказать, старика. Понятно. Ладно. Хотелось обсудить с вами ситуацию эту, найти совместно выход, но... Но, как я понимаю, вы торопитесь, но... Ну что ж, идите, идите, идите. Простите, я... Да, я был... Может... Может быть, воды? Воды, конечно. Вот, воды, да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Извините меня, пожалуйста, успокойтесь. Возьмите, успокойтесь. Да, я сгустил краски, возможно. Вы правы, возраст очень сложный. Нам непросто с ними, да и они сами друг с другом не ладят. Но у нас... У нас есть время. Настя, она возьмется за учебу. Все наладится. Все обязательно наладится. Ничего не наладится. Никогда ничего не наладится. Он раньше не смел бить в меня. И бил не так часто. Ну, после того, как родители уехали... Он вздевается за дамой каждый день, каждую ночь. А Настя все это видит. И меня, и отца, и святого. А мне... А мне некуда идти. Не буду. Простите. Извините. Я... Я... Извините. Я... Я... Обязательно поговорю с Настей. Настя будет больше заниматься. И... И... Простите за истерику. Извините. 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 Давай, просыпайся. Доставай учебники. Давай, давай, нечего сам. Давай, давай. Давай поспать. Настя, давай, вставай. Будем уроки делать. Что, прям здесь? В кафе шумно. Ну, да. Да, здесь комфортно. Директор сказал, плохи твои дела. Зачем вообще слушать этого директора? Над ним уже все смеются. Бывший военный превратил школу в казарму. Ай да, дисциплина, воспитание. Дикий человек. Дикий он или домашний, двойки у тебя, у него. Мам. Давай, читай. Читай вслух, так лучше запоминается. Дадим определение скорости равномерного прямолевения движения точки. Курсочка двигать равномерно и дуле. Читай медленнее. А у тебя это интересно? Да. Очень. Вау. Поехали домой. Сейчас поздно придем, отец опять устроит. Я и хочу вернуться, когда он заснет. Давай. Читай, будем разбираться. Поделим перемещение дельта R на период времени дельта T и получим вектор. Дадим определение скорости равномерного прямолинейного движения точки. Пусть точка, двигаясь равномерно и прямолинейно, в течение промежутка времени дельта T переходит из положения M1 в положение M2, совершив при этом перемещение дельта R. Угу. Ты сейчас сразу в ванну, а я на кухню, прошу? Ужин подогреть. Не хочу, я сейчас сразу спать. Кстати, ты мне снишься. А, это уже не сон реальность. Ну что? А? Что? Явилась? Не запылилась. Нагулялась? Иди сюда. Что перестать? Не выводит! Что? Папа, отпусти маму! Помогите! Сюда! А ну-ка! Да лучше под машину и сдохнуть! Прекратите безобразие! Пошел вон! Папа, отпусти маму! Вон отсюда! Сейчас полицию позову! Убирайся! Пошел вон! Маму! Ты только растительница! Ничего, ничего. Ну вы как? Пойдемте, пойдемте. А-а-а-аккуратнее, аккуратнее. Угу. Ой, ой, ой. Ну, потерпи. Да-да. Да? Спасибо. Ага. Спасибо. Сейчас, сейчас. Я обработаю. Подожди-ка. Ой, Господи. Ну и разукрасил он тебя. Вот. Попчайку попейте. Наталья Александровна, мы немножко у вас посидим, хорошо? Посидите. Я в 35-ую сберегу. Хорошо. Посидите, пожалуйста. Ну, спасибо, спасибо. Ну, вроде никаких переломов-то у тебя нет, да? Как чувствуешь? Все хорошо, спасибо. Ну, слава Богу. Я бы вас к себе позвала. Но у меня муж дома спит. Послушай моего совета. Заявляй ты на него в милицию. Ну, как теперь, в полицию. И пусть его мерзавца сажают. Ну, или беги от него. А нам некуда. А денег нет, квартиру снимать. Том. Ну, ты женщина хорошая. И Наська у тебя хорошая девчонка. Мы вот тут сыну квартиру купили. В новостройке. Это Новогорбунова. Ну, там пока, конечно, просто голые стены. Идет ремонт. Но временно пожить можно. Будешь только коммуналку платить. И все. Спасибо, но... Нет, я не знаю. Как же школа? Ну, а что школа? Что школа доберется? Не маленькая. А по мне вообще лучше полдня в транспорте находиться, чем одну минуту видеть, как отец избивает мать. Спасибо, Ноль. Я не знаю. Ну, ну, то что ты. Соглашайся. Другого такого варианта у тебя не будет. Соглашайся. А мужу своему я скажу, что квартиру сдала. Он у меня такой, ну, во все поверит. А ваш сын? А сын пока с нами живет. Мы ведь квартиру покупали на будущее, когда он соберется жениться. А жениться ему пока рано. Так что думай. КОНЕЦ Настя. Настя. Давай собираться. Рано утром уезжаем. Доставай чемодан. Возьми все самое необходимое и то, что нужно для школы. В школу завтра не пойду? Нет. Напишу тебе записку. Когда мы сюда вернемся? Никогда. А ведь без нас он совсем сопьется. Он и с нами сопьется. Как думаешь, вам не много его генов? Не хотелось бы стать алкоголичкой? Нужно будет уехать, пока он не проснулся. Сто восемьдесят. Ты грамотная очень, Тамара. Так что ж тебе такое грамотное сработство поперли, а? Девушка, извините. У вас хлеб свежий? Свежий. Так, мне один батон белого, его гречки. Еще сахар. И полкило сосисок. Сосиски хорошие, не пробованы? Хорошие. Наверное. Наверное. Значит, точно тухлый. Ладно, давайте. Сколько с меня? Четыреста пятьдесят семь. Так дорого? Дорого, понимаю. Но не мы же ценами изначально. Совсем обнаглели. Какие цены ставить? Домер котится. Простите. Спасибо. Привет. Привет. Устала? Угу. Полтора часа туда, полтора обратно. Пойдем, перекусим. Держи. Самое ужасное, что мне здесь начинает нравиться. Иду домой и думаю, что сегодня никто не отмезерит. Держи. Да? Да, я слушаю. Здравствуйте. Да, я знаю. Успеваемость стала лучше. Да, спасибо. Нет, нет, нет. Помощь никакая не нужна. Угу. И спасибо еще раз. До свидания. Что, опять генерал звонил? Какой еще генерал? Директор наш. Звонил Элин? Да, звонил Элин. Волновался за тебя. Ну, ты вообще не догоняешь. Он в тебя влюбился. Не говори ерундой. Ага, стопудов влюбился. Он видел меня один раз. Какая еще любовь? Значит, это любовь с первого взгляда. Он меня сегодня вызывал к себе. Предлагал по физике помочь. Про тебя спрашиваю. Поздравляю, мам. Ты нашему Ильину скружила голову. Ну, хватит нести бред. Вмереть не встать. А Ленина мама сказала, что ты специально охмуряешь Ильина, чтобы меня из школы не выгнали. Ну, а ты и повторяешь за ней всякую глупость. Осторожно. Ну, да. Просто у тебя наладился режим, ты стала больше заниматься, и голова твоя всегда хорошо соображала. И сейчас придем домой, поужинаем, и ты снова станешь заниматься. Была бы машина, давно мы были дома. Машины нет, и я нескоро на нее заработаю. Да ты дикая женщина. Нормальные жены при разводе половину мужа по себе забирают. Прекрати болтать пошлости. А отдать папе новую ноутбуку. Квартиру машину не пошлость. Правильно, культурно и интеллигентно разошлись. Алкашу все, а мы без штанов. Музыка. 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 А че, лифт не работает? Обещали включить через месяц. Привет. Попить не дашь? Воды тоже нет? Есть. Сейчас. Только не шуми. Мама слит. Папа, сестра, предлагаю креселами это за мной. Спасибо. Что? Нравится жить в этой дыре? Да, нам отлично. Возвращайтесь, пожалуйста, домой. Поговори с мамой. Она отказывается со мной разговаривать. Почему-то я не удивляюсь. Я вас очень люблю. У меня кроме вас больше никого нет. Я почему-то срывался. Просто боялся потерять твою маму. А что ж ты такую любимую жену и так мучил? Папа, ходи. Настя, я виноват. Я обещаю, я исправлюсь. Поздно. Ты меня больше не любишь? А за что мне тебя любить, папа? Я жду. Настя. Не надо так говорить об отце. Папа, да я от тебя помню только пьяные крики и то, как ты на маму бросался. А еще как она работала ночью с гипсом на сломанной руке. Ага, не я. Она сама поскользнулась. Врешь. Да, еще ты постоянно врешь. Спасибо, что напомнил. Что мне сделать, чтобы вы вернулись? Начинай все сначала. Обнуляйся. В смысле? Во всех смыслах. Научись ходить, говорить. Есть ложка, а не руками. А учись уважать жену, стариков и детей. Презираешь? Уважать нет причин. Папа, поезжай домой. Ты же на машине. А машину можешь нам оставить? Не могу. Я же без машины совсем сопьюсь. Машина единственный якорь, который меня сдерживает. Научись разводиться достойно. Машина не первый нарушает. Продолжение следует... Продолжение следует. Продолжение следует... Как? Машина. Не будем... Машина. Почему? Поучиться с работой. Машина. Р nggak быть прибряж tenement. Машина. И долго ты собираешься здесь торчать? До четырёх потом придёт сменьшиться. А я не про сегодня, а вообще. А тут больше негде работать. У меня нет выбора. Это разве выбор? Мне нужно, чтобы когда Настя возвращалась, я была дома. Слушай, а она что, маленькая? Чего ты её пасёшь? Она не может сама себе обед разогреть? Да не в обеде дело. Просто она знает, что я её жду, нигде не задерживается. Возвращается домой и сразу садится за уроки. Она же там на волоске висит. Её чуть было бы не выгнали из этой школы. Она пока не понимает, что своё будущее гробит. Дети никогда не бывают благодарны родителям, которые ради них. У нас по-другому. Ну, почему, почему ты не можешь найти работу по специальности? Ну, потом, может, буду искать. А сейчас это не важно. Главное, чтобы закончила школу, поступила потом... Поступила потом в институт, а дальше посмотрим. Надо отойти от кошмара, в котором мы жили. Он тебе не звонит? Кто? Ну, кто-кто? Муж. Он мне больше не муж. Я подала на развод. Давно пора. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Да, здравствуйте. А, в пятницу? Хорошо, я постараюсь. А, ну, я не уверена, что я смогу. Да. Нет, конечно, Настя мне говорила про спектакль. Конечно, говор... Да, я постараюсь. Но, понимаете, у меня и так... Ну, я могу не... У меня, может, не получится. У меня много других дел. Но я буду... Хорошо. Хорошо. До свидания. И школа? Да. Учительница? Ты опять двойки? Нет, директор. Пригласил на школьный спектакль. Директор? Он что, сам лично обзванивает всех родителей? Я не знаю, наверное. Очень странно. Учителя звонят. А чтобы сам директор, ребенок такой должен вытворить. А ты его видела? Да. Один раз. Настя говорит, что я ему нравлюсь. Я ему нравлюсь. Смешно. Не смешно совсем. Ты должна нравиться. Тебя должны баловать, а не колотить. Оля, мне сейчас не до мужчин. Я чуть дочку не упустила. Буду теперь только ей заниматься. Я говорю. Я говорю. И моя идея всегда была, чтобы любить кого-то, с названием Эрнец. В этом названии есть что-то, что inspires абсолютную уверенность. На момент, Элджон сказал мне, что он был у меня знаком, called Ernest, I knew I was distant to love you. I was distant to love you, mom. А, да-да-да, прости. Так, на чем мы, ага. You really love me, Гвенделя? Passionately. Так, ну, готово. Давай примерь. Чего он такой страшный? Ну, ну, ну да-да, ну, тебя же ничего не испортит. Я уверена, ты будешь в нем сногсшибательна. Зря ты свое платье испортила. Девочки арендовали наряды. Ну, ты же сама все понимаешь. У нас нет такой возможности, Настя. Ладно, выйду в это занавески. Я училась, и моя идея всегда была любить кого-то с названием Эрнест. Есть что-то в нем, что inspires абсолютно confidence. Эрнест сказала мне, что у меня есть парень, Эрнест. Я знала, что я был достоин, чтобы любить тебя. Ты очень любила меня, Гвенделя? Спасшедший. 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 Я говорю. Спасшедший. 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 Автudge. Спасшедший. Вольна, слушай, а чего это я раньше не замечал? У тебя вкус плохой. Будем считать, что он сегодня появился. Слушай, это классная, давай дружись. Согласна. Пойдем на поклоны. Девочки, на поклоны. Он с нее глаз не сводит. Это конец света. Это та в светлой кофточке? В третьем ряду. Настя, Ворина и мама. Симпатично или мне плохо видно отсюда? Ничего особенного. Добрый вечер, Тамара Анатольевна. Добрый вечер, Евгений. Павлович, какие дети у нас хорошие. Да, и спектакль получился замечательный, и вечер хороший. Надеюсь, вы не сразу убегаете? Сразу. Ну, пока вы не убежали, можно вас на танец пригласить? Нет. Почему? Ну, зачем? Пусть дети танцуют. Да мы не помешаем. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Что? Не помешаем, я прошу вас. Не, люблю танцевать. Вы. Евгений Павлович вдруг понял, что в мире есть женщин. Ну, справедливости ради 8 марта он никогда не забывал. Цветы, конфеты. Посмотри, как он ее держит. Как кристальная ваза. Ну, да я очки забыла, ничего не вижу. Ой, извините. Извините. Какая ты у меня молодец. Ты была самая-самая умная. Спасибо, спасибо. Ну, нам пора ехать. Мам, да ты что? Вечер только начался. Чего мы дома будем делать? Ну, кто-то рядом живет, а нам еще добираться. Ну, пожалуйста, сейчас, сейчас, сходи, сейчас. Можно Настю мой папа домой отвезет? Он как раз на машине. Твой папа здесь? Мы ему сейчас позвоним. Мам, пожалуйста, пожалуйста. Хорошо, пойдем. Шумно стало, пора бежать. Я вас провожу. У меня далеко ехать. Да хоть ты в Владивосток. Ну, хорошо. Конечно, это не мое дело, но... Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Видимо, это правильное решение. Ну, запоздала. Надо было раньше. Ну, наверное. А меня, значит, никто на спектакль к дочери не пригласил. Сам узнал. Здорово ты меня из своей жизни выкинул. А это кто? Это вот этот твой новый любовник. Познакомь. Как звать? Евгений? Евгений... Павлович. Яс. Значит, ты с этим Павловичем при нашем ребенке за мои стрелы... Володя, умоляю, уходи. Ну, стоять! Больше ты никогда эту женщину не тронешь. Это понятно? А ты что, лент? Я директор. Директор школы, в которой учатся ваши дачи. В таком виде к школе больше не приближаться. Это ясно? Ясно. Пойдемте. Я отец. И никто меня отцовства не лишит Пока она моя Законная жена Я прочитал ваше Визюме У вас все шикарно Большой опыт Прям в солидном издании Могу редактировать Есть опыт переводов Замечательно Здорово Но есть небольшая проблема У вас проблема? У вас возраст А что с моим возрастом? Там же есть дата моего рождения Да, конечно Вы молодая, прекрасная Но Наш странь юность Я надеюсь, вы не сильно обиделись Не обиделась Вы и зубы лечить пойдете к юному стоматологу? Да, к своему другу Он мой ровесник И учился в Швейцарии Клево Еще один Здравствуйте Здравствуйте Я попал за объявление О, Господи, три экземпляра не выграть Громче говорите Какая безнравственность Здравствуйте У вас на сайте Объявление Что вам нужен библиограф Я бы хотела встретиться С заведующей Она болеет А когда бы я могла с ней встретиться Говорите тише Когда бы я могла бы с ней встретиться Она тебя не возьмет Почему вы так думаете? Деточка моя Я не думаю, я знаю Нам нужен человек со стажем А у тебя? Какой стаж-то? Вообще-то больше десяти лет Правда, я работала не в библиотеке А в издательстве О-о-о Такое нам вообще не нужно Нам нужна женщина опытная Чтобы не меньше двадцати лет Просидела в библиотеке Моя директора-то Начинала еще со мной И дальше бы работала Дальше и дальше Ну, померла Так что ты к нам не приходи Нам тут некогда Молодежь учить Пришла Библиограф Простите Ага, посиди с мою Потом будешь Навязываться Оля Как думаешь, меня возьмут обратно? Да ты что? О, опять воныне О, беда, беда Угу, понимаю Да Слушай, если вдруг услышишь что-нибудь Про работу, свистни Хорошо? Ага, беда Никогда не берут Либо слишком молодая Либо старая Ну да Да-да-да Да-да Шесть батонов Шесть батонов Два лимонада Что еще? Балку колбасы Колечко Вредно питаетесь, рабочий класс Полдня в этом магазине торчу Я сейчас вернусь Вы меня с ребеночком не пропустите Что вам? Килограмм огурцов И три помидорчика Почему одна работаешь? Да, где? Да Беременна она Поехала в консультацию Ой, ты ужас Бедняшка, могу только посочувствовать Отсюда до консультации часа два ехать Так не рожайте, пока больницу не построили Потерпите Пока все, что нужно построить Рожать поздно будет А у меня брат вчера На яму упал Ноги сломался Скоро долго ехал Два часа Хороший помидор был Не китайский, а узбекский Звенадцать пять Пожалуйста Хеллингзна Не зеленых яблок килограмм И четыре творожка детских А мы своим деткам Сами творожки делали Ленивые стали Ни пеленки не стирают Ни грудью не кормят У меня мама три года Груду кормила Ну и что тебе это дало? Улицы подметаешь Теперь ваше город чисто, да? Я там инженером работал О, да ладно, инженер Солнце мое, мне в ванночку пива Долг больше не дам Ну, напиши на меня Не дам, простите Не дам, простите Культурная здесь И на том месте трудишься Девушки, а только что у вас было, я сигарет забыл купить Вот этих вот Мало того, что сами едят, что попало Так еще и курят В очередь вставай, давай Стоял уже Так, что вам? Не, не, не Простите Куда опять? Лариса Федоровна? А что вы тут делаете? Не думаю, что я разгадаю Твой фокус Не думаю, что приеду Забыла, что Володенька у нас единственный сын? Простите, я сейчас не могу У меня покупатель Что вам? Так, бутылочка воды и 2% на кефир Держитесь Ну все, заканчивай этот цирк Немедленно увольняйся и поехали домой Никуда я не поеду Что значит увольняйся? А кто работать будет? Одна в декрете Тамара, увольняйся И что будет? А вам что? Полкилограмма творога Нежирного Мы же помогли тебе Окончить институт Мой муж устроил тебя на работу И какую? Настю впихнули в лучшую школу И ради чего? Ради того, чтобы ты Разорвала всю нашу семью? Ну как же можно быть Такой неблагодарной? Погоди, досмотрим Вы хотите при всех услышать Почему я ушла от вашего сына? Пожалуйста Ваш сын беспробудно пил А когда напивался, бил меня Ой, боже мой, как тебе не стыдно Ну что ж ты так убьешь? Ходила на работу вся в синяках Настя это видела Все это видели Бутылочку пьет Женщина надо уважать Потому что мат Дочь, сестра Всех надо уважать Ага, спасибо, красавица Ага, спасибо, красавица Так, что? Где Настя? В школе Мне надо поговорить с ней Позвоните ей Послушай, я видела сериал Там муж же убил, а потом и убил Ага, не видела Всего хорошего Тома Ну ты же мне как дочь Ну давай поговорим Спокойно Хорошо Давайте поговорим Спокойно А ты что Даже в дом меня не приглашаешь? У нас лифт еще не работает Седьмой этаж Я боюсь, вам тяжело будет подняться Ну хорошо Давай поговорим здесь Володя в ужасном состоянии Просит пить состояние Его сразу улучшится Тома, ну вы же прожили 17 лет И это на 17 лет больше, чем нужно было Тома, ну не бывает в семье без конфликтов? Не бывает Володя страдает Он не может жить без тебя Он погибнет Ему очень тяжело Он меня умолял тебя вернуть Я тоже тебя умоляю Ну домочка Ну я же люблю тебя А потом Скажи мне, зачем тебе эти проблемы с квартирой? Ну ты же не будешь на нее претендовать Я ни на что не претендую Ларису Федоровну Оставьте, пожалуйста, нас в покое Ты совершаешь очень большую ошибку Вернись к Володе Это невозможно Нет, возможно Если захотеть, возможно, все Вот вернись, попробуй И у вас все наладится Если захотеть, я не хочу И у меня есть другой мужчина Ясно? Я не верю Почему? Я что, урод? Нет, просто ты придумал идиотскую причину Никого у тебя нету Ты хочешь бросить больного мужа Самое простое – избежать трудностей Избежать трудностей? Да ваш сын сам, своими руками Уничтожил всю нашу с ним жизнь Настя Бабушка Секунду Привет Настя, как внутренняя моя родная Боже, как я соскучилась Ты откуда здесь? Боже, как ты похорошела А выросла-то как Ой, ты моя милая Бабуль, познакомься Это Никита Буйнов Очень приятно познакомиться А, Буйнов А скажите, академик Аркадий Буйнов Не ваш дед? Нет Он академик, но он брат моего дедушки Да, очень приятно Пожалуйста, передайте ему привет От Ларисы Волиной Ну, для него я просто Лара Он умер Какая трагедия Бабуль, ты расскажи, как наш дед Ну, наш дед Ну, как вот, видишь Рискнула его оставить Через неделю Возьму билет обратно Ну, мне просто хотелось Викторич вас повидать Я так соскучилась Приехала А у вас тут Я просто не знаю Бог знает что Я даже не знаю, как сказать Мне скажи У твоей матери Есть новый мужчина? У мамы? Вот Я так и знала Фантазии Никого у тебя нету Фантазии Все Хватит девочки вам обижаться на отца Собирайте вещи И мы немедленно В тем месте Возвращаемся домой Я же вам сказала Мы никуда не поедем У нас новая жизнь Нет, какой новой жизни У тебя нету Есть Нету Есть Нет Если хотите Я завтра же вас познакомлю Со своим женихом Женихом? Да Хотите, меня такси ждет? Можем поехать вместе Да, бабуль, ты поезжай Пусть тебя Никита до дома доставит У него время на валом Бабуль, пока Пока Ну и как ты собралась Бабушке жениха показывать? Никак Она не отстанет На днях уедет Кстати А что это еще за Никита? Бойфренд мой Бойфренд Не рановато ли? Когда перестает быть рано Становится очень поздно Ты знаешь, какой у его папы бизнес Тебе нравится этот мальчик? Главное, я ему нравлюсь Давай, передохнем О, сердце бухает Развеселить? У меня сегодня в школе живот заболел Так наш директор со мной так носился Как будто бы я рожаю А что с животом? Да все нормально Мы пончиками объелись Ильин с урока отпустил Никита мне такси вызвал Мам, директор точно положил на тебя глаз Хватит болтать глупости Я жестокая и бессердечная Что бросила больному Может, да? Дрался и вопил Он совсем как здоровый Все мы правильно сделали Очень мне тяжело Ну, дыша У тебя слишком большое чувство долга Надо укоротить Ладно, пойдем Еще три этажа от опусты Человек без чувства Счастливый и радостный человек Как я Задача номер один Первый ряд Задача номер два Второй Все достаточно просто Делаем все настоятельно Вы меня напугали, Евгений Павлович Я все приберу сейчас Я приберу Почему опять без перчаток работаем? Только что сняла Только что сняла Да ими где-то здесь А вот они Еще раз увижу, уволен Запомните, вы прикасаетесь к продукту Только в перчатках Ясно? Так точно Черкизов Черкизов Ко мне За мной Следующий Следующий Да ладно Здрасте 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 Судафон Ага Ему бы взгодом командовать, а не детьми руководить Ага Тоже у меня полевой командир Генерал Курил? Нет Ладно, отду затяжку Так Через несколько лет у тебя испортится кожа Зубы пожелтеют Вряд ли вырастешь Ну а если вырастешь, вряд ли женишься Да Евгений Павлович, извините К вам бабушка Настя Волиной Конечно, конечно Добрый день Здравствуйте, куда мне можно присесть? Да вот сюда, пожалуйста Благодарю вас Чай, кофе? Нет, нет Благодарю, мне ничего не нужно Я Бабушка Настя Волиной Очень приятно Евгений Павлович Да У нас в семье несчастье Мать Лишила Настю Любящего отца Тем самым нанесла Непоправимую травму Ребенку Я закурю? Простите, нет Но у меня же электронные И все же нельзя Ну, простите Видите ли, мой сын Владимир Волин Молодой, талантливый Ученый Настя безумно К нему привязан И она наша девочка Наш ребенок Ну, по всему И по характеру И по крови По складу ума Вы понимаете Вы понимаете Про что я говорю Не совсем Ну, как же Она выросла В профессорском доме Среди книг В интеллигентной среде А ее мать А что мать? Мать? Мать приехала Из глухой провинции Я ничего не имею Против простых людей И среди них тоже Бывают прекрасные Одаренные люди И этому масса примеров Но к Тамаре Это не имеет Никакого отношения Ну, так вот Я хочу Чтобы вы уговорили Настю Вернуться домой У нее выпускной класс Она тратит Больше трех часов На дорогу И ради чего? Ради чего? Ради безумной выходки Ее матери? Вы что на меня так смотрите? Думаю Думаете? Ну, я рада Что вы озабочены Проблемами нашей семьи Я думаю Как же плохо было Тамаре в вашей семье Сколько обидного Унизительного Она пережила Да как вы смеете Так судить? Мы прекрасно С мужем относились К этой Извините меня за выражение Колхознице Случилось так Что я невольно Оказался свидетелем Вашей семейной ситуации Я прошу меня извинить Но ваш сын Негодяй Не смейте так говорить Ваш сын набросился С кулаками на Тамару Вот здесь Вот, прямо возле школы Мне с трудом стоило Уберечь ее От очередных побоев Этого не может быть Не может быть и все Дальнейшая наша беседа Бессмысленна Мне искренне жаль Девочку и ее маму Лучшее, что они сделали Это покинули вашего сына Так, ну что ж Я наделась хотя бы в школе Найти понимание Здесь вы его не нашли Да-да Вам лучше уйти Значит, это правда Значит, мой сын Не ошибся Это у вас Роман с Тамарой А вы знаете, что это преступление Заводить интимные связи С родителями своих учеников Лучшие адвокаты страды Займутся этим делом А адвокат тут при чем? А я найду на вас управу На вас, на безумную мать Моей любимой внучки Приглашайте адвокатов Поговорим Нет Милый мой Это не они к вам придут Это вас Вызовут туда, куда следует Домой? Настя Сейчас Ребят, ты что здесь делаешь? Все Настя, больше ты В этой школе учиться не будешь Мы тебя забираем Че случилось-то? Директор школы И твоя мать Вступили в порочную связь Ба, ну ты шустро Сама нашла жениха мамы А жених-то хороший Он не пьет, не дерется И по всем очкам выигрывает моего папашу Юрочка, да, я Нет, я просто решила вылететь сегодня Сегодня, да Что у них, у них все очень хорошо Володя? А Володечка даже работает Да, все в порядке Ну, кстати, Юрой Да, да, да Да, слышу, слышу Хорошо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нет Мама Мама, вставай Вставай, вставай Просыпайся Настя Нет, просыпайся Малочка, ну давай, давай, давай Настя С днем рождения Спасибо Это мне Настя Не, мам, это нам принесли Курьер Курьер? Мне? Да нет, нет, это ошиблись Квартиры, конечно, наши Ну, конечно Вот, видите, здесь написано Волиной Тамаре Вот Это, наверное, папа Да нет, папа на такое не способен Дай, дай, дай Ну ладно, читай Дай, дай, дай От всей души желаю вам большого счастья И кто? Ильин? Ого Ого Ой, неудобно Ой, как неудобно Он же директор твоей школы Нет, 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 нет Подумай, что у нас какие-то с ним отношения Мам, да никто в этот бред не поверит Ильин не мужчина А кто? Он отличник образования Ну, хотя Если ты такому унылому типу понравилась Значит Значит, что? Что значит? Ну, что, что значит? Что, что, что? Ну, что, что это? Значит, ты у меня на рынке невест не последняя Мамочка Я прошу меня Спасибо Я тебя люблю Дурюха моя Спасибо Здравствуйте, Тамара Здравствуйте Вы? Да А что вы тут делаете? Что-то случилось? У Насти опять проблемы? Нет, нет, ну что вы С ней все хорошо Она вообще молочина Много занимается Так что в школе все в порядке Ну, слава богу Я опять начала волноваться Я просто хотел вас увидеть Ну, могу сразу ехать Вон, видите, машина На пустыре Ну, что вы Так далеко ехали Что же делать? Ну, проводите меня До подъезда Погода хорошая Можно с вами говорить откровенно? Да Вас выписали с Настей из квартиры? Откуда вы знаете? Ну, узнал Да, они такие люди Со связями У них много разных средств Знаете, это полбеды У вас, то есть У нас проблема Большая проблема Пришел запрос из органов опеки Какой? Ну, про Настю Про учебу Про поведение И что это значит? Это значит, что Мать вашего бывшего мужа Обратилась в Великунский совет Она написала письмо И что же она написала в этом письме? Ну, что пишут в таких случаях Что вы плохая мать Что социально не состоялись Живете в непригодных условиях Что любовники Что не смогли сохранить семью Это смешно Смешно, этому никто не поверит Увы, увы, да Но есть опасность, что Настю заберут А опекуном назначат бабушку До совершеннолетия Вы же формально нигде не работаете И что же делать? Я хочу вам помочь И как вы мне можете помочь? Тамара Как-то все из головы вылетело А до этого было Когда ехал, все было очень складно В общем, так Тамара Я предлагаю вам с Настей Переехать ко мне жить У меня большая просторная квартира Простите, я не понимаю Подождите, подождите Вы не отказывайтесь Сразу дайте я договорю Так Я предлагаю вам Не просто переехать ко мне Сначала нужно Зарегистрироваться Ну, то есть, ну Расписаться нам с вами Да вы что? Ну, ну это, как это? Фиктивный брак Два взрослых человека Договариваются жить Вместе на одной территории Да вы с ума сошли Ну, подождите, подождите Я... Ну, это... Ну как, это формальный штамп в паспорте Но этот штамп спасет Настю И защитит вас от ваших этих вот бывших Родственников От злых языков Я понимаю, конечно, мое чувство к вам Но Давайте об этом забудем И останемся просто друзьями Хорошими друзьями Хорошими друзьями? Да Знаете, Евгений Павлович Спасибо Да Но Ничего не получится Почему? Алло Настя? А? Настя, я не могу найти Ты где? Мам, я в гостях Иначе буду поздно Не жди меня, ложись спать Ну-ка, ты чего выдумала? Быстро домой, поняла? Не смей мной командовать Я уже взрослый человек У меня своя жизнь Не звони мне больше Все Я отключаю Вам плохо? Да А? Так Давайте я скорую вызову Не надо скорую Да Да вы не плачьте Ну, правда Все Как-нибудь Как-нибудь Само собой Образуется У меня Никогда Ничего Само собой Не образовывается Я, наверное Уже Он рядом вертется Мужик Как планета Вокруг Солнце У меня уже был Хоть какой Страшно взглобнить Так Так Ладно Давайте Я вам помогу А то Это не дело Давай Вот Так Летчик Подошла Пошли Какой высота Седьмой Ужас Какой Здравствуйте Ой Дома Ну, слава богу А то я думаю Господи Неужели напрасно приехала Да Извините Я была на кухне Вода шумела Как вы тут живете Грязь непролазная Лифт не работает Ну, еле доползла Ой А здесь симпатично Чистенько Вообще Жить можно Чай будете? Ну, давай Я чего пришла Не хотелось Как-то по телефону А хотелось По-людски Мой сын Надумал Жениться Так что Придется тебе Срочно Уезжать из квартиры Ну, ты уж Меня извини Я ведь как думала Думала он Встанет на ноги Найдет хорошую работу А он Главное Заявление подают Тайно от меня Свадьбы через неделю Торопятся А почему торопятся? Потому что она уже в положении Ну, я им говорю Ребята Ну, раз такое дело Ну и богу Пока Поживите у меня Так он Нет У меня есть своя квартира Хочу жить один Так что Извини Ну, что вы Вы меня и так выручили Ну, сама-то ты как Спасибо Нормально Ну, слава богу Ой Ну, спасибо за чай Вот Я поеду Значит, как квартиру Освободишь, позвони Вот если не захочешь Ко мне заезжать Позвони И ключи Передашь где-нибудь Ладно? Хорошо Ну, все Я поехала Пока Ага Алла Евгений Павлович Здравствуйте Да, это Тамара Извините, я вас не разбудила? Да В общем, вот какое дело Нас выгоняют из квартиры Мама Я отказываюсь тебя понимать А тут понимать нечего Безвыходная у нас ситуация Ну, это же дичь полная Выходить замуж за мужика, которого ни капельки не любишь Я ж тебе объясняла Это формальность Фиктивный брак Угу, отлично А что я в школе буду говорить? Что моя мама заключила с Ильиной фиктивный брак? Нет, так в школе говорить не надо Да не дурочка Понимаю Ну, а раз понимаешь, зачем в сотый раз спрашиваешь одно и то же? Нет, не трогай Не трогай тяжелая, не трогай Ну ладно Я Беймурата позову Как вы себя чувствуете? Скоро вам? Три месяца осталось Еле хожу И как вы теперь без мамы? Не знаю Досижу до декрета на бюллетене Вот эти три ящика, пожалуйста, туда поставьте, отдельный другой У меня мама замуж уходит С ума сойти можно Хороший человек Какая разница, она его не любит Жалко, ты уезжаешь, скучно будет Домой к жене, когда поедешь? Деньги нужна, там работы нету Что за жизнь такая? Хоть не рожай Одна замуж за нелюбимого выходит, другой к любимому уехать не может У меня все по-другому будет А когда мой брат женился, его невесте платье из Париж заказывали Здесь не нашли На то и какое-то уродское Слушай, а твоя мама знает, что мы здесь будем? Мы это не обсуждали Может быть, смоемся? Ну, я тебя не держу Можешь сматываться Не злейся Просто если они решили втихаря, без свидетелей А я не свидетель, а родная дочь, а ты мой Кто? Друг 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 Что-то они долго, нет? Может она передумала? Не передумала, вон они подъезжают Теперь школу от дома не отличишь Страшный сон, жить вместе с директором Насть, только не расстраивай маму Все же хорошо Ух? Все хорошо Музыка 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 СТУК В ДВЕРЬ Вот. Это твоя комната. Располагайся. Может, вы выпьем чай? Ты хочешь чай? Нет. Ну, тогда располагайся, вот, отдыхай в ванной. Полотенце, все новое. А завтра мы с Настей к девяти в школу, а ты выспайся. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Здрасте. Добрый. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Доброе утро, девушки. Доброе. Что это с ним? Муж в школу опять выиграла? Не думаю. В одиннадцатом классе сегодня девчонки шушукались. Говорят, женился. Да не может быть. Добрый день. Здрасте, Евгений Павлович. Оксана, как настроение? У нас отличная. У нас всегда отличная. А вот у некоторых... О-о-о. Что случилось? Они меня не понимают. Я уволюсь. Я им рассказываю про красоту бензольного кольца. Они меня не слушают. Я для них невидимка. Увольняться не надо. Надо с девятым классом сходить в поход. В поход. В поход? В поход. Почему? Почему в поход? Я... Я не знаю. Я не умею. Там надо же палатки, костер. Надо там... Они вас всему научат. Ты очень дружный. Очень хороший класс. Один из лучших в нашей школе. Ну, вы, правда, для них пока еще невидимка. Но нужно заставить их себя полюбить. В поход. Я разрабатываю вам маршрут. А они полюбят бензольное кольцо? Они будут без ума от него. Вот увидите. Приятного аппетита. Спасибо. Нет, братцы, этот свет сюда не подходит. Не понял. Почему это? Дети могут и не замечать унылого цвета стен, но их будет клонить в сон. Настроение упадет. И какой теперь цвет вам делать? Третий раз перекрашиваю. А давайте попробуем цвет с верой травой. Здравствуйте. Евгений Павлович, у нас питом проснулся. Ну и зачем ты его разбудила? И не вон один. И не вон один. Алло, Оля, привет, это я. Я не смогу здесь жить. Настя тоже не сможет. Это подло и жестоко. А я не могу. Он счастлив, как ребенок. Как будто на самом деле женился. Накупил еды целый холодильник. Шампанское, цветы. Человек меня спас. А мне удавиться хочется. КОНЕЦ КОНЕЦ Доброе утро. Доброе утро. Простите, я сейчас. Доброе утро еще раз. Доброе, да. Прошу. А вы ждете, ты ждешь гостей? В такую рань гости. А для кого тогда такой банкет? Честно говоря, я просто не очень знаю, что вы любите, поэтому накупил всего. Вот, что вы обычно предпочитаете на завтрак? Я предпочитала быстро сварить кашу и убежать из дома, пока не проснулся мой муж. Прости, я забыл, что ты с войны. Давай-ка возвращайся к мирной жизни. Да. Настя, что обычно утром ест? Хлопья с молоком. Хлопья. Отлично. Вот. Хлопья. И вот шарики. А вам, то есть, ну, тебе сварить кашу? Нет, спасибо. Я буду только кофе. Сварить? Да, пожалуйста. Да. Я, как только проснулась, сразу же почувствовала этот сильный запах кофе. Ух. Вот. Спасибо огромное. Ух ты. Спасибо. Привет. Доброе утро. Привет. Ух ты, ух ты. А, я тоже могу посидеть? Можешь. Даже нужно. Вот, хлопья. Ну. Так, молоко. 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 Вот. На, лей. Молоко. Какие планы на сегодня? Никаких. Отлично. Может быть, за город? Погуляем, подышим. Молоко. Ну, дышите без меня. Я с друзьями встречаюсь. Потом в кино. Что за фильм? Мастер, ответь, какой фильм? Сейчас отвечу. Я вспоминаю название. Молоко. 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 Сегодня бить не будут. Евгений Павлович, вы просто дайте ей время. Она же не знает, как себя вести в фиктивном браке. Она научится. А тебе нужно научиться быть более тактичной. Не обязательно с утра хамить. Ты не в школе. И в школе не обязательно. А мне простительно. У меня было тяжелое детство. Вспомнила название фильма. Отчим. Фильм ужасов. Да, да, да. Я видела рекламу этого фильма. Она не сочиняет, так и называется. Отчим про... Про... Инопланетян. Она не врет. Да, да. Я не вру. Не ворую. Еще котов не выжимаю в стиральной машинке. У меня хорошая перспектива не попасть в тюрьму. Все, я молчу и ем. Тамара, у меня для вас... То есть для тебя очень хорошая новость. Тебя берут на работу в издательство. Про... 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 Прорыв. Как берут? Когда? Да ты про зарплату спроси, а не про когда. Зарплата... Приличная, хорошая зарплата. В понедельник нужна на интервью. Но это формальность, я обо всем договорился. Коллектив там, говорят, очень хороший, дружный. Большое вам спа... Тебе спасибо. Ой. Правда, спасибо. Я уже соскучилась по нормальной работе. Спасибо огромное. Евгений Павлович. Да. Давайте отведем ее к психологу. Вам ты каждую минуту говоришь спасибо. Тебе уже скоро начнут милостыню подавать. Так, все. Мне пара. КОНЕЦ 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 Понравилось? КЛАСС! Спасибо тебе! Фу! Ну, как вам у Ильина живется? Да ничего. Он нас взял, как собак на передержку. Ормин, трассирует. Вообще дикая ситуация. Живем у чужого человека, которому обязаны все. Прикинь? Он нас в своей квартире прописал. У мамы теперь от благодарности крыша едет. А он в любую минуту нас может взять и выкинуть. Не выкинет. Выкинет? Не выкинет. Слепому видно, что он твою маму любит. Ну, я рада, что в нашей школе нашлась тема для обсуждения. Нашли события. А это и есть событие, когда кто-то очень сильно влюбляется. Это тема для романов и поэм. Угу. Ильин написал не поэму, а написал школьное объявление. Каждый должен отработать пять часов на школьном участке. Угу. Отработаешь за меня? Ради тебя легко. Ради меня? Угу. Звучит, как песня. Может, тебе тоже события случилось? А ты уверена, что над всем можно смеяться? А что ты такого сказала? Ну, ладно тебе. Это нервы. Я же не в таком же уж шоколаде, как ты. И что? Если отец неудачно попался, это не значит, что ты можешь всех обижать? А твою маму отец бил? Нет. А если бы хоть раз ударила, она бы сразу ушла. А я виновата, что моя не ушла? Не виновата. Ты нравишься мне все больше и больше. Никит, ты послушай меня только серьезно сейчас, ладно? В нашем возрасте у всех там что-то просыпается. И я должна в тебя влюбиться. Вокруг и нет никого лучше. Но у меня внутри болото, понимаешь? Не понимаю. Но когда человек много плачет, у него внутри образуется болото. Я вокруг всех ненавижу, кроме мамы. И отца ненавижу. Ильина ненавижу. Соорудил семью из двух беженцев. Так хочется ему сказать, ненавижу вас. И меня ненавидишь? Хорошо хоть так. Устроил тебя в прорыв? Вот что значит мужик со связями. Слушай, а как у вас с ним? В смысле отношений. Евгений Павлович относится к нам замечательно. Ну я не про это спрошу. Вы что, по разным комнатам спите? Наш брак фиктивный. Мы так договорились. Я благодарна Ильину, но не могу же я с ним спать в одной комнате и с чувством благодарности. Ты отстала от жизни. Замуж выходит. Из-за лишней зарплаты. Из-за дачи. Ну просто по дуре. По дуре я уже была замужем. Я даже любила Володю первое время. А твой Володя с кулаками и перегаром был лучше? Хуже. Так в чем же дело? Я не знаю. Из тысячи причин полюбить она даже миллион, но... В этом-то и проблема. Что Ильин приличный человек. На тебя сянет к негодяям. И Настя его терпеть не может. Настя через пару лет станет взрослой и не будет наплевать на твоего мужа и на тебя. У меня нет мужа ни нового, ни старого. Поняла? Тома! Тебя еле уговорили бросить этого монстра. А теперь тебе надо уговаривать полюбить и оценить достойного человека. Ой, не надо меня уговаривать. Я работаю, снимем квартиру и освобожу Елена от нас. Дальше что? Я не знаю. Я не знаю. Володя меня так часто бил по голове, что, наверное, у меня не осталось мозгов. Наверное. Да, конечно. До свидания. Спасибо. Не помешаю. Не помешаешь. Как ты поживаешь? А ты действительно хочешь знать, как я живу? Ну, собственно, все и так знают. Рубашечка из мела. Оттуда. С кем ездил? Женой. Не с женой. Искренне сочувствую твоей жене. Извини, дела. Да, кстати, новая редакторша из-за дела поступления. Тамара, кажется. И что, кстати? Месяц назад вышла замуж. Как я раз за ее мужа? Он взял себе женщину высокого класса. И что, тебя это не остановит задарить ей голову? Насколько я помню, когда мы с тобой на озерах, ты ведь тоже была замужем? Да, спасибо. Да, спасибо. Да, хорошо. Тамара, до свидания. Как ваши успехи? Все хорошо, спасибо. Хорошо? Это не наш стиль. Наш стиль – это отлично. Есть две интересных повести. Хочу предложить на обсуждение. Какой объем? Сто и сто двадцать страниц. Я доверя вашему вкусу, обязательно прочту. Но в повести – это хорошо. А вы найдите такой роман, чтобы настоящая бомба и страниц имени трехсот. Извините. Да, я слушаю. Хорошо. Тук-тук. Кофейку попьем, поболтаем? Нет, я не могу. Как тебе наш Станислав? Ну, нормально. Я его плохо знаю. А что? Берегись. От него много женщин головы теряю. У меня есть что-то такое. А ты вообще влюбчивая. Я не знаю. Опыта нет. Ну, может, ты тогда и удержишься. Но наши девки поочередно от него дурели. А он? Ну, а что? А он из тех, кто позволяет себя обожать, но от жены не уходит. А ты тоже его обожала? Недолго. Пожалела время терять. У меня же замуж надо. Возраст подбирай. Короче, я тебя предупредила. Спасибо. Ты куда? Я сейчас. Постойте здесь немного. Когда меня смотрят прекрасная женщина, я лучше играю. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Бросай, говорю, мне. Слушай, боишься. Мам! Привет. Здравствуй, моя хорошая. Выглядишь веселой. На работе все хорошо? Все отлично. Я работаю по специальности. Это счастье. Ну и не рыдать же мне до конца своей жизни? Нет, ну ты как-то странно улыбаешься. И даже смеешься. И в нашу деревню пришло электричество. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Может быть, посмотришь вот это, а? Мам, это полный отстой. Мне кажется, это клоунский наряд. В школе все отпадут. Мне кажется, в школу в таком нельзя. Мне теперь все можно. Я из семьи директора школы. Надо торопиться, пока у меня такой фарт. А что это значит «пока»? Я же понимаю, что долго ты с Элиной мне протянешь. Ну и как ваш поход по магазинам? Ребенок доволен. Показать? Покажи. К чему мне готовиться? Словами трудно описать. А? Ну как? Круто? Ну, круто, конечно. Боюсь, ты в этом только младший класс перепугаешь. Она что, серьезно? В этом школу собралась? У нее всегда все очень серьезно. О! Ну да, ладно, ладно. Как в издачестве? Очень хорошо. Здорово. Ты вся сияешь. Возвращение. Как в издачество. Возвращение. И я сияю. Как в издаче. Возвращение. Возвращение. А что это такое? Это... платье. Зачем? А ты примерь. Я обязана носить это в школу? Не обязана. Но мне было бы приятно. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Тамара, мы через шесть минут выезжаем. Тебя подвезти? Нет-нет, спасибо! Я уже убегаю. У нас летучка. Мне скорее на метро. Мам, мне очень хочется его отравить. Чужой человек навязывает. Что носить? Я тебе не чужой человек, но я тебе скажу, что это платье. Мне тоже нравится. Пока. Удачи. Тамара, доброе утро. Доброе утро. Так мы с вами соседи. О, а я думала, что вы живете за городом. Семья за городом, а я замучился стоять в пробках и иногда ночью здесь, в городской квартире. Подвезу вас? Нет, спасибо. Я на метро. Ну, нам ехать в одно место. Нет, на метро быстрее. Спасибо. Не умеете хитрить, Тамара. Боитесь, что нас увидят вместе? Правильно делаете, что боитесь? У нас в коллективе злые языки, длинные. Я вас высажу там, где нас никто не увидит. Пойдемте. Ну, хорошо. Евгений Палыч, я готова. У нас еще четыре с половиной минуты. Успеешь? Сегодня сложный тест по информатике. Готов? Вроде того. Ну, вроде того не считается. Понимаешь, я больше не смогу тебя выручать. Ну-ка. Проверь, все ли взяла? Платье, высокий балл по информатике. Я должна соответствовать. Может, не утопающего спасти? Какого еще утопающего? Ну, как-то какого? Если посидеть на берегу, обязательно кто-то начнет тонуть. Ну, вот я его спасу, а вы мне при всех медаль. За спасение на водах. Слишком много болтаешь. Пошли. Да, сэр. Сейчас. Мы иногда издаем женские романы. Приходится читать. В них героини часто пугаются быть счастливыми. А вам понятен такой ужас перед радостью? Наверное, потому что счастье заканчивается. А жизнь тоже кончается. И что? Жить не стоит. Вот вы мне понравились первый же день. Это что-то ужасное. Не знаю. Мама, мне кажется, влюбилась в кого-то на работе. Не ходит, а летает. У нас такая дурная жизнь, что я даже не успеваю следить. А ты знаешь, чем это нам грозит? Не знаю. Последнее время стал ты без соображения. А с тобой что? В этом платье ты просто улет какая красивая. Ты вообще не понимаешь. Мы можем снова оказаться на улице. Нет, Элина, конечно, тоскливый тип, но без него мы пропадем. Скоро я сам смогу о тебе позаботиться. Ты вообще была. Я про серьезные вещи говорю, а ты... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Можешь не отвечать. Не торопись. Что? Дай себе время, чтобы понять. Я очень не хочу тебе врать. Я на самом деле немного увлекла... Нет, нет, ничего такого серьезного. Нет, нет. И, ну, просто... Это смешно. У меня никогда в жизни ничего такого не было. Эти... Ну... Случайные встречи в коридоре, эти взгляды. А вот... А у тебя была? Что-то похожее было в школе. Ну, как у всех. Вот. Вот. У всех было, а у меня не было. Я училась в сельской школе. Десять девочек в классе. Потом сразу в Москву. Замужество. А вот вдруг сейчас... Ну, если ты хочешь, я... Я, конечно, могу уехать. Не надо никуда выезжать. Ну, что сразу уехать? Ну... Опять таскать Настю по подругам, по съемным квартирам. Пусть все идет так, как шло. Если тебе весело, мне тоже хорошо. Какой ты хороший. Ничего не требуешь взамен. Спать пора. Светает уже. Оля, ну где ты? Я тут, тут. О, нет. Ну, принесла? Принесла. Давай. Да. Держи. Логи. Ну, как? Не идет? Невероятно. Мне за тебя страшно. Почему? Мне туда тебя несет. Слушай, ну расскажи, кто он? А, нечего рассказывать. Ничего особенного. Вспомнила, что я еще не совсем старуха. А, да понятно. Полагается, и мне немного радости. А, вот. Я радовалась, что возле тебя наконец-то появился порядочный человек. Оля. Оля, послушай. Я думала, что моя душа уже совсем засохла. Ну, кому? Вот скажи, кому плохо от того, что я немного ожила? Оля, все ясно. Беги. Пропадай. Побежала. Совсем опаздываю. Он потеряет от меня голову. Ой, Господи. Том, привет. Привет. Загляни сегодня ко мне, поговорим. Это срочно? Очень. Ну, давай, сейчас поговорим. Ну, давай. Ну, знаешь, мы тут с девочками посоветовались и решили, что тебя надо предупредить. О чем? О ком. Стас, конечно, классный мужик, но ты же не знаешь подробностей. Не нужно никаких подробностей. Он Стасика, молодая жена. Вы детей, близняшек. Издательство держится только за счет денег его тести. Поэтому тебе он просто жизнь испортит, ноженую не бросит. Моя жизнь вас не касается. Да я же по-доброму, без обид. Не до первой, не до последней. Стас красивых баб не пропускает. Месяц Роману от силы два. А дальше ищет новые увлечения. Так что пока не поздно, приди в себя. А я в себе. Мы с ним просто дружим. Том, да у него же всегда все по одной схеме. Сначала нежная дружба, а потом... Спасибо. Спасибо. Мне нужно работать. Здравствуй, на каналах. Я выиграла! Я выиграла! Реванш? И я думаю, что на такую обложку сразу обратят внимание. И те, кто купят из-за обложки, начнут читать и уже просто не смогут оторваться. Ну что, по-моему, замечательно. А, все можете расходиться по рабочим местам. Спасибо. Спасибо. Впереди три выходных. Я забронировал прекрасный номер в загородном отеле. Бассейн, массаж. Постоянно кормят. И все это находится в лесу. Отлично. Тебе пора хоть немного отдохнуть. Тамарочка, поедем вместе. И у тебя ровно сутки придумать, что наврать мужу. А почему ты решил, что мне можно такое предложить? Ты что, шутишь? Я думал, ты давно ждешь от меня такое предложение. Разве нет? Значит, кто-то из нас явно сошел с ума. Послушай. Разве мы не нравимся друг другу? Ты мне нравишься. Очень нравишься. Но ни ты, ни я не свободны. Ты готов ради меня бросить свою семью? Я думал, ты давно избавилась от этой провинциальной тупости. Выходит, не избавилась. Алло. Да, я слышу. Кто это говорит? Что? Что? Где? Когда это... Говорите адрес. Да. Говорите адрес. Я сейчас приеду. Тебе же понятно, что ты больше не будешь работать в издательстве. Дура. Тамара, это я вам звонила. Ну, кто? Невеста, типа. Я ему говорила, если ты напился, за руль не садись. Вы родителям его звонили? Маме позвонила, она сказала вам набрать его. Тамара, это все так ужасно. Я не знаю. Не кричите, здесь больные. А вы жена? Бывшая. Так, одна еще не жена, вторая уже не жена. Скверно дело. Сложные травмы усугубляются сильной алкогольной интоксикацией. Непонятно, как в таком состоянии он ввел машину. Он, слава богу, никого не угробил, ударовал барьер на мосту. Нужны какие-нибудь лекарства? Я привезу, куплю. Если можно, не так громко, пожалуйста. У вас есть общий ребенок? Да, дочка. Нужно было дочку привезти к нему. Хотя... Я думаю, уже не стоит. Если дочка будет рядом, ему будет легче? Нет. Я имел ввиду попрощаться. Мама, мама, мама! Мама, мам, давай врача вызовем. Не надо, Настя, иди занимайся. Мам, у меня тоже отец погиб. Я ж держусь. Мам, ну ты не виновата. Это я виновата. Дед, дед, ты ни в чем не виновата. Мам, тебе с работы звонили. Сказали, заявление подписано, можно приходить за расчетом. Мама, ты почему уволилась? Мам, жалко, но он ведь не любил нас совсем. Ну, что ты молчишь? Ну, мне за тебя страшно уже. Мам! Мам! Иди спать. Так, если ты будешь так вот лежать, тут и молчать, мы вызовем врача. Пусть тебе укол делают, не знаю, капельницу ставят. Ну, ты понимаешь, что нельзя столько дней ничего не есть? Я завтра поем. Встану и поем. Правда? Да, правда. Мам, мне папу очень жалко. Не думаю, что у меня сердца нет. Иди спать. Прошу тебя. Оставь меня одну. Ну что? Как? А врачей слышать не хочет. Что будем делать? Ее нужно уговорить встать. Она сказала, что встанет завтра. Ага. Вот что, отнеси ей хоть что-нибудь. Что? Стакан молока. Теплого. Ага. Такую гадость она точно не будет пить. Правильно. Тогда просто стакан воды. А я положу туда таблетку снотворного. Ей надо поспать. А вдруг она уснет и не проснется. Не проснется? Откуда? Почему? Откуда я знаю? Она никогда не пила снотворного. Мам, Вадарь. Угу. Я спать. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Женя, ты здесь? Да. Зайди, пожалуйста. Чем тебе помочь? Я себя ненавижу. Не говори так. В том, что произошло, ты не виновата. Я бросила Володю, он погиб. Тебе тоже со мной плохо? Мне не плохо. Ты не виновата, что не любишь. Я скучный, я знаю. Зря ты со мной связался. Тамара, ты лучшая, что у меня есть. Я тебя мучаю. Потерплю. Я уволилась. Хорошо, найдем другую работу. Пока дома отдохнешь. Ничего хорошего для тебя не сделала. Сделаешь. Можешь прямо сейчас. Что? Поешь. Трое суток ничего не ела. Хорошо, я попробую. Молова, будешь, правда? Молова, будешь, правда? Хочешь, я тебе притчу расскажу? Однажды царь Соломон впал в отчаяние. Бог подарил ему кольцо. А на кольце была надпись «Все пройдет». Соломон всегда носил это кольцо. И при всех горестих неудачах… Он читал эту надпись. «Все пройдет». Шли годы. Соломон проиграл большую войну. Угу. Потерял много товарищей, сам был ранен. Сорвал с пальца это кольцо и воскликнул. «Все ложь». И вдруг на внутренней стороне кольца он увидел еще одну надпись. Какую? «Пройдет и эта». Ты что-то перепутал. Я читала по-другому. Ну, возможно. Директор оказался двоечник. Только Насте не говори. «Все ложь». Так. Стоп. Ой, ех… Спасибо А вот в прошлом году Дети придумали На Новый год Запускать в небо шарики Они привязывали записки С желаниями Ну и меня заставили написать И что? Что ты написал? Я ничего не смог придумать Представляешь? Я привязал к шарику Пустой лист бумаги Я даже расстроился тогда, что живу Без будущего А теперь, теперь, теперь Что бы ты написал? Теперь Теперь бы мне Одного листа было мало У меня очень много планов КОНЕЦ КОНЕЦ Мама, ты где была? Ты почему не спишь? Спать? Я думала, вы в больнице или в морге. Ты волновалась. Прости, прости, прости. Мам, я сто раз звонила. Почему трубку не берешь? А почему я трубку не беру? Почему? Почему? А, она разрядилась наверх. Да. Вообще, где мой телефон? А телефон проверять не надо? Ну, Настя, ну, ну, мы же не на месяц пропали. Я вам спасибо должна сказать? Вы, кстати, можете гулять хоть до утра. Я волновалась за маму. Но, когда мама со мной, ты можешь спокойно спать. Да. Или вот, что тоже не вредно, спокойно заниматься контрольной. Да я готовилась к этой контрольной. Готовилась. У меня руки тряслись. Почему мне не позвонила? Что, забыла, что я существую? Нет, нет. 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 Ну, зачем так, Настя? Ну... Ладно, милые девушки. Все в порядке. Все живы-здоровы. Все дома. Можно ложиться и спать. Ну, если ты так переживала, могла позвонить и мне. Да. Я думала, она уже взросла. Женя! Женя, подойди, пожалуйста. Я не достаю. Только, только, дай, дай, дай мне. Осторожно. Руки. Дай. Как держите? Вот здесь крючки, а там пять и тишины. Ясно. Сейчас все сделаем. Тебе нравится? Очень здорово. Ты всегда говоришь, очень здорово и отлично. Ну, потому что так оно и есть. Очень здорово и прекрасно. Не очень серое. В самый раз. Мне нравится. Вот опять! Что? А котлеты вчерашние? Прекрасно. Они же подгорели. Да, не заметил. В жизни не ел таких вкусных котлет. Достали! Вот этот крючок. Да, 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 правильно, правильно. Куда его? Наверх, куда. Черт, где телефон? Привет. Как дела? Живу в умерзительной семейной гармонии. Ты долго еще будешь учиться? Тогда встречаемся через полчаса на нашем месте. Вот как такое происходит, а? Вообще не нравился он ей. Крутил с каким-то парнем на работе. А отца не стало, вон, чувства проснулись. Я не понимаю. Вот что, в ильяне такого, во что можно влюбиться? Ну, возможно, она оценила его заботу и верность. Да ладно, он за такое не любит. Это реклама страховой компании. Наша верность и забота – ваши гарантии. Не обращай внимания. Угу. Как там старинная песня? Любовь негаданного нагрянет, когда ее вообще не ждешь. Вот и нагрянула, блин. Да не сунешься, они везде целуются. Ну и пускай целуются. Себе не доходит? В моем мире нет никого, кроме матери. А теперь и ее нет. Так чего ты бесишься? Твоя мать же счастлива. Тошнит меня это ее счастье. Везде целуются. Вот ты бы смог поцеловать Ильина? Нет. Вот. Я не ту ориентацию. Но я бы очень сильно хотел поцеловать тебя. У меня ужасное настроение. Настя, ты тупишь, как маленькая? Это просто смешно. Смешно? Смешно. То есть ты считаешь, что это смешно, да? Смешно. Смешно, смешно. Ну вот и смейся. Ага. Взбалованный сынок из образцовой семьи. Угу. Ты взрослеть не собираешься? А придется теперь. Сироты быстро взрослеют. Сирота? Угу. А я не считаюсь? Да ты тоже какой-то мутный. Выступаешь на стороне Ильина? Настя, я за тебя порву любого. И даже Ильина. Но Ильина не за что. Он хороший мужик. А ты смешная. Ну вот и смейся. И вообще, я тут с тобой сижу, стою, гуляю. Уже поздно, а мне никто не звонит. Конечно, потому что еще не поздно. И у тебя телефон выключен. Да, да, да. У меня прям другое слово говорили. Какое? Их было две, они сидели, которые не могли засмеяться. Я вот не обрискал. Тереться у него. Да, да, да. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да? Видел фильм «Человек-невидимка»? Вот, это я. Я человек-невидимка. Я от них сбегу. Ну, сбеги сейчас ко мне. У меня как раз дома никого нет. Родители до завтра уехали. Поможешь контрольную, а то голова не варит. Хочешь, я тебе такси вызову? А вызывай. Пускай поволнится. Все, вызываю. Собирайся и выходи. Угу. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Женя, новости нет. Ну, ушла пораньше в школу? Это невозможно. Семь утра. Она вчера ушла в свою комнату. Я видела. Ты, папа... Подожди, подожди. Ты только не волнуйся. Я уверен, ничего страшного не произошло. А если она уехала к Никите и осталась там ночевать? Ну, хорошо, уехала. Уехала. Даже если и ночевала, и что. Женя, что ты такое говоришь? Ты что, не понимаешь? Чем это может закончиться? Ничем. Смотрели какую-то ерунду и съели все, что было в холодильнике. Вот и все. Они нравятся друг другу. Нравятся, это точно. Значит, зачем столько времени им проводить вместе? Как будто ты не знаешь, какие ужасные случаи бывают. Так. Ну-ка, успокойся. Сядь. Сядь. Отставить истерику. Я с детьми много лет. Ко мне очень часто прибегают родители в ужасе, что их дети натворили что-то непристойное. А непристойность чаще всего это в фантазиях у родителей. За столько выпусков у меня только одна десятиклассница родила. От одноклассника. Они поженились, у них трое детей. Однажды в выпускном классе. Только одна. И я не хочу, чтобы она была второй. Понял. Она это делает нам назло. Я за ней сейчас езжу. Я тебе позвоню. Ей плохо с нами. Она ревнует. Моя ошибка. Мало времени ей уделяю. А может быть, она и не у Никиты, а у какой-нибудь подруги. Я не знаю, у какой. Не-не-не. К подруге она попросила бы меня отвезти. А Никита ей такси вызвал. Барин сопливый. Не волнуйся. Садись в машину. Домой заедем? Или сразу в школу? В школу. Прекрасно. Кофе по дороге купим. Сырники вон я прихватил. Вы с Никитой, конечно, еще дети. Но я вижу, что между вами есть нечто большее, чем школьная дружба. Я прав? Ты это чувствуешь? Интима у нас не было, если вы про это. А вообще, это моя личная жизнь. Согласен. Личная жизнь, она есть даже у первоклассника. Но малыша отпускать одного, вот в море, например, это опасно. Много шансов, что утонет. Мы с Никитой обдумываем план, как там вместе жить. Значит так. Я этого не допущу. Уверен, что родители Никиты тоже будут против этого. А мы забудем вас всех спросить. Попробуй понять мои слова. Если позволить вам сейчас с Никитой жить вместе, то, скорее всего, вы рассоритесь, разбежитесь. Вот навсегда, на всю жизнь. Очень может быть, что вы потом будете всю жизнь сожалеть, что вы так глупо и взяли, растоптали свои чувства. Я вас не набишу! Ненависть ко мне не помешает тебе позавтракать. О, извини, а? Ты из четвертого подъезда? 145-я квартира? Допустим. Ага, скажи папе, чтоб завтра зашел в ТСЖ по поводу шлагбаума. Да сами ему говорите! Он мне не папа! Ага. Не папа, не папа. Молодец! Папа! Настя! Настя, открой! Давай поговорим. Настя, что с тобой происходит? Если мы уедем, это Евгений Павлович из тебя станет лучше. Не знаю, как он переживет. Он очень старается, чтоб нам было хорошо. Женя очень, Евгений Павлович, очень порядочный, очень добрый человек. Но если ты хочешь, если скажешь, мы уедем. Мне не нужны такие твои жертвы. Все, иди к нему. Я сплю. Здрасте. Вы Тамара? Я Тамара. Ну, слава Богу. Мама? А что случилось? Я позавчера с ней по телефону разговаривала. А вы кто? Сосед? Да, сосед. А, тут это, бумаги и все. А, тут это, значит, паспорт, диагнозы всякие. А я, это главное, мать-то моя скорую вызвала. А в нашу больницу везти не велела. Говорит, вези, говорит, к дочке. Да, пусть там, говорит, в Москве лечит. А я порожняком ехал-то в Москву. Ну, что мне? Я ее на задних сиденьях-то положил и прикрыл, и довез. А что с ней? Она потеряла сознание? Да и не знаю точно. Я домой прихожу, мать плачет, говорит, забирай Лену Михайловну, вези в Москву. Доктор наш, говорит, вирус у нее какой-то непростой. Говорит, наша глушительница. Вот. А вас, честно говоря, еле нашел. Ну, по старому-то адресу все глухо. Угу. Ну, ладно. Ладно, в общем, поехал я. Вы уж это, лечите тетя Лену. Спасибо вам огромное. До свидания. А-а-а. Бабуль, что болит? Бабуль, бабуль. Ты меня не узнаешь? Боль, что болит? А что случилось? Что за слезы? Женя, это моя мама. Я только что привезли в таком состоянии. Я не знаю, что с ней. Она меня не узнает. Никого не узнает. Звоню в скорую. Не надо скорую. Не надо. Подожди, подожди. А паспорт есть у тебя? Да, да, есть. Тигран, привет. Это Ильин. Бабуль, ничего он не сделает. Мы зря теряем время. Надо звонить в скорую. Тамара, собери все ее вещи и все документы. А ты иди дверь открой. Куда вы ее? Она моя бабушка. А моя теща. Бегом, открывай дверь. Вы кто? Врач. Муж Тамары. Она не успела нас познакомить. Нет, ты мне не нравишься. Привет. Привет. Thank you. Евгений Павлович сказал, чтобы я вас обязательно накормил. Спасибо, Никита. Пусть Евгений Павлович сам и ест. Мне-то в сок горло не лезет. Мы позже обязательно съедим. Неблагодарная. Евгений Павлович уже еле-еле стоит на ногах от усталости. Конечно. Измучился. Измучился делать вид, как он о нашей бабушке заботится. А мы должны ему в ноги. Спаситель ты наш. Ты помолчала бы. То подумаешь, что ты еще редкая гадина. Женя, Женя, езжай домой поспи. Ты уже пятую ночь толком не спишь. Нет, не могу. Я должен сам за всем проследить. Ань, а ты от процедурного ключи не забирала? Вот подлость какая, Анда. Посмотри, они борются за жизнь только молодых. Думают, что сами не состарятся никогда. Вечные. Прямо Дракулы. Ватих. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня мы поговорим о тему, о том, 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 о том. Сделай звук потише. Она тебя не слышит. Спокойно. Идите сюда. На самом деле, никакого специального литарства, от психоза не существует. Хотя при сильном недомогании врач может назначить некоторое медикаментозное лечение. А Настю, где Настю? Скажи, зовите. Ну, чего стоишь? Беги за стульями. Мама, объясни, хотя бы, что случилось. Ничего не случилось. Сейчас будем смотреть передачу о здоровье. Я сделаю потише. Ну, это ни разу не можешь, мать, уважить. Ну, ладно. Сели. Мы с Женей посмотрим, а Настю не трогай. Она занимается. Ерунда она там занимается. Никому не нужна. Ну, чего сидишь? Принеси листочек. Будем записывать. Елена Михайловна, что записываем? Ну, чего скажут? Мы же должны знать, как меня лечить. из всех будущих мам с первых недель беременности осознать, что внутри находится уже живой человек, который многое чувствует. Народ! Я все сделала, ухожу гулять. Раздражается или паникует. Шарф надень, ветер холодный. Окей. Я тебя прошу, быть дома не позже десяти. Зять, ты, наверное, путаешь. У нас здесь дом, а не казарма. Мама. Настенька! Да что еще? Солнышко, ты сказала им? Просила у своей матери, зачем она такую поганую кровать мне купила? На дросках сплю. Мама, если тебе неудобно, мы купим другую. Ну, попсу, деньги тратить, ума не надо. Ничего. Не жила богата, нечего и привыкать. Это настоящий ортопедический матрас. Вообще, на жестком спать полезно. Так это ты мне, значит, пытку-то такую устроил? Ты не зли меня. И без того сердце болит, что тонка моя целыми днями тебя обстирывает, да обглаживает. Мама стирает стиральная машина. А Женя рубашки глазит сам лучше, чем я. Не затыкай матери рот. Нарочно супротив говоришь. Спасибо. Мы вернемся после рекламы. Ну вот. Из-за вашей болтовни все пропустила. Я все записал. Вот как правильно питаться при беременности, какие делать упражнения. Лена Михайловна, у нас кто-то беременный? Пока никто. Никто. Ну, надо быть ко всему готовым. Ой, почерк у тебя жуть зеленая. Бедный. Как же тебя с таким почерком в школе-то держат? Как тебя к директора-то взяли? Ты, наверное, к министру пришел. Ты пистолет ему приставил. Не иначе. Я не знаю, что делать с мамой. А что случилось? У нее и раньше характер был непростой. А теперь после болезни. Да все в порядке. Нет, я все-таки думаю, лучше через месяц отправить ее обратно в деревню. Не отправим. Почему? Ну, она будет поближе к врачам. А потом, что это за семья без невыносимой? Теща. Никогда не думала, что может быть так. Спокойно, надежно. Ты мне так и не сказала, что любишь. Настя. Прости, но ты никуда не пойдешь. Пойду. Меня ждут девочки. Позвони, извинись. Вот это все надо переписать. Я готов тебе помочь. Там все нормально. Нет, не нормально. Это халтура. Учеба – это твоя работа, эту работу ты завалила. Ну, представь, что ты врач-стоматолог и в спешке вырвала все здоровые зубы пациента. Представила? Позвони, извинись. Пошли переписывать. Настя, а ты куда? Я же переписала. Молодец. А теперь пойдем выбирать твою комнату. Издеваетесь? В жилищах у человека должен быть полный порядок, особенно у девочки. Я маме и бабушке запретил убирать твою комнату. Так ты за две недели превратила ее. Пойдем наводить порядок. Я так вообще не могу. Спасибо тебе, девочка моя, а то у твоих не допросишься. Я сколько раз говорю, купите мне два больших кочана. Бабуль, тебе зачем? Для пирогов, что ли? Да я хочу наквасить побольше. Мать твоя говорит, ой, квашеную капусту можно на рынке покупать. Ну, слыхала? На рынке задорого. А чего? Капуста есть, руки, вот они, сил полно. Что нам за каждой плошкой на рынок топать? Ну, ты даешь, ба. Давай сядем, и ты отдохнешь, и у меня ноги прям как-то гудят. Ну, давай. Ой. Ну, что? Как тебе папашка со твоей новой? Да никакой он мне не папа. Совершенно чужой человек. Враг. Ну, что ты? Все-таки он не дерется, не пьет, как отец твой родной, царство небесное. Ну. Да мы лучше всего с Манаеднией жили. Ну, ладно, че уж там. Представляешь, бабуль, он сказал, что мне в каникулы отдых не положен. Да ты че? Угу. Что я должна математику зубрить. О. То есть все будут отдыхать, а я зубрить математику. Класс. Такой заботливый. И главное, такой позитивный, скоро крылья вырастут. Ну, крылья обломать можно. Ну, письмо написать. Какое письмо? Кто у него начальство? Не знаю. Рано, наверное, или департамент образования. Ну, туда и напиши. Че-нибудь, например, воруют продукты в школьном буфете. Да ладно, бабуль. Все знают, что он эту еду каждый день сам пробует. Ну, придумать что-нибудь другое можно. Это главное, в конце обязательно прошу разобраться и принять меры. Да. Я так одного бригадира просто скинула. Написала просто, что он гуляет с соседкой, а он женатый был. Сперва его из партии выперли. Потом с работы сняли. Соседка эта, представляешь, мне потом целый год стекла в окнах била. Правда, лопухнулась я, потому что вместо этого бригадира тварь еще хуже поставили. Ну, все равно. Пошли. Поняла. Погода хорошая. Погуляли с тобой классно. Устала? Здрасте. Здравствуй, Ира. А Настя еще не пришла. Ты к ней? Нет. Я к вам. Мне с вами поговорить надо. Угу. Ну, заходи. Нет. Можно там поговорим? Ну, хорошо. Сейчас что-нибудь наброшу. Ну? Что-то случилось? Да. Евгений Павлович, я уже вторую ночь не сплю. Мне очень стыдно. Я... Я написала на вас донос. Ну, как? Да. Я написала, что... Что вы меня... В своем кабинете... Ага. Что вы меня обнимали. Мне очень стыдно. Меня просто попросил один человек. Я не буду говорить, кто именно, но... Думаю, я знаю, кто этот человек. Да? Куда вы отправили ваш донос? Настя его с собой забрала. Вы чего в дом не идете? Чего домой-то не идете? Мы сейчас, Ирина Михайловна. У меня там перегорела лампочка. Я сейчас ее починю, приду. А это кто там? Выйди, покажись. Это Настина подруга, моя ученица. А Настя где? Елена Михайловна, вы идите. Я сейчас. Евгений Павлович, простите меня, пожалуйста. Мне очень стыдно. Ты уж прости, мил человек, но я доложу дочке, что ты с малолетками куролесишься. Вот. Простите, я не знаю, как у меня родители, я не смогли такое писать. Извините, мне очень стыдно, правда. Евгений Павлович, простите. Ты молодец, Ира, что пришла и призналась. Значит, у тебя есть совесть, есть достоинство. В общем, так, мы об этом забываем. Беги домой. И на русский, обрати внимание, большие проблемы у нас. Да, хорошо. До свидания. Настя, может, внутри? Ты меня совсем не слушаешь? Я слушаю, слушаю. Ну и что я сказал там? Ты купил билеты. Пойдем? Куда? Так что у тебя там в кармане? Ты уже второй день там что-то проверяешь. Ничего не проверяю. Проверяешь. Я не проверяю. Врешь. К тебе это не имеет никакого отношения. Зато ты имеешь ко мне отношения. У меня все в порядке. Показывай, что у тебя там. Письмо. Хочешь, могу разорвать. Хочу. Рви. Ты на свои идеи удавить Ирина уже помешалась. Я даже знать не хочу, что у тебя там. Уверен, что это очередная гадость против него. Угадал? Все. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Порвала. Ирка уже доложила. Слушай, ты можешь не любить человека, ты его можешь даже ненавидеть, но подлости совершать не смей. Ты меня услышала? Маме не говорите про письмо. Что ж у тебя в башке это творится? Неужели ты думаешь, что я сделаю больно, Тамаре? Да вы же только притворяетесь таким добреньким и таким благородным. Невозможно вечно притворяться. Когда-нибудь кто-нибудь увидит такое на самом деле. Здрасте. Здравствуйте. Нехорошо кричать на отца. Да сколько вам повторять? Не папа он мне! Ту, ну я тебя прошу, как приедете, сразу позвони. Только сразу. Хорошо, мама. Ту, пожалуйста. Почувствуете себя плохо, сразу звоните врачу. Телефончиком оставил. Второй приклеил на холодильник. Так что, первый звонок врачу, а второй мне. Я сразу же привечу. Бабуль, пока. Не скучай. Я тебя люблю. Ешь капусту. Пока. Ешьте капусту, до свидания. До свидания. Счастливо. Капусту ешьте. Ну зачем вы его взяли, Никиту? Ну зачем? Мама, Никита едет со всем классом. Женя хочет показать всем свой город, места боев. Мамочка, пока. Лучше в деревню ко мне приехали. У нас там в войну много героистов было. Хорошая идея. В следующий раз обязательно к вам. Не забывайте о враче. Пока. Пока. Езжайте. Пока-пока-пока. Вот вы приходите домой и отдыхаете, да? А мне приходится ему целыми днями терпеть. Сначала в школе, потом дома, потом делаю эти уроки. И ношу, между прочим, только ту одежду, что он отдал. Вы бы знали, какое-то, что ему нравится. Но зато ты теперь под защитой. Да под какой защитой? Я по нескольку раз переделываю ту домашнюю. И правда, он не ляжет спать, пока меня не доведет. Да брось, ты хороший мужик. Хороший мужик? Бывший военный, всех строит. И раньше мама была на моей стороне, а теперь... Хороший мужик. Говорил, я тебе нравлюсь, а теперь наезжаешь на меня. Да, ты мне нравишься. Но меня бесит, я не понимаю, где ты научилась так ненавидеть. Жизнь научила. Забыл, какое у меня было детство? Ты теперь до самой старости будешь себе все позволять из-за своего детства. Любой маньяк или убийца может тебя точно так же оправдывать. Только из-за того, что у него детство тяжелое было. Ты понимаешь, что Ильина в школе все любят? А из-за тебя теперь над ним в дороге все смеялись. Скажи, тебе не стыдно? Тебе за меня стыдно? Ну и вали от меня! Свободен! Короче, выбирай. Или ты заканчиваешь травить Ильина, или удали мой номер из своего мобильного. Ты знаешь, как я сказал, значит, так и будет. Да ты ничего не знаешь! Ну и бросай меня, давайте! Все меня бросайте! О чем я не знаю? О том! Конкретнее. Мать витамины для беременных глотает. И что? Ты совсем в тормоз! Она беременная! Они в таком возрасте еще этим занимаются! Это нормально? Нормально. То есть нам еще рано, а им не поздно? Нам рано, а им не поздно. В чем проблема? Они родят ребенка, я им вообще буду не нужна. А ты вот беги, Юлечка Лисовец. Умница, красавица, из хорошей семьи. Меня и твоя семья устраивает. Да нет у меня никакой семьи! Какая же ты дурочка! Нам тоже надо родить кого-то. Я читала, в шестнадцать можно родить здорового ребенка. Ты готов на зло им? Хорошо бы родить сразу двойню. Когда можно будет. Как много людей, совсем мало жили. У тебя офигенная семья. Да знаю я. Не начинай. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон»